Вход только для своих. Данное помещение там находится на самом деле в холодильнике, якобы. В Нижнекамске вновь на себя обратили внимание точки продажи так называемых фанфуриков. Аферисты на проводе. Никакой сотрудник банков не может вам звонить. Нижнекамцы вновь попались на уловки телефонных мошенников. Чужой долг. Все это время этот долг так и висел в личном кабинете у меня в госуслугах. Приставы требуют оплаты за должности у Нижнекамки, которая ничего не должна. Люди мерзнут. Куча лет работы, тепла здесь у нас не было. Отопление – главный вопрос, который обсудили жители Большого Афанасова на сходе граждан с депутатом Государственной Думы Айдаром Медшином. Засветись Нижнекамск. Развивают внимание, здоровье. Дешкалята провели флешмоб, посвященный популяризации световозвращающих элементов в одежде. Об этом не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Виртс. Здравствуйте. Вход только для своих. В Нижнекамске вновь на себя обратили внимание точки продажи так называемых фанфуриков. Штрафами остановить бизнес не получается. А потому в исполкоме намерены найти другие способы борьбы. Какие, расскажет Анжелика Степанова. Данное помещение, там находятся на самом деле холодильники, якобы продажи двух холодильников. Эти холодильники – прикрытие для продажи так называемых фанфуриков. Подвалы домов «Химиков-44» и «Корабельная-25» часто мелькают в сообщениях УВД. Только за 2022 год их хозяину выписали более 70 протоколов за административное нарушение. Были поведенные действия совместные. В одном случае даже пришлось взламывать дверь, чтобы проникнуть внутрь. Во всех этих случаях также были находлены протоколы. Какого-то воздействия на них не имеют. Серьезного. То есть они оплачивают и дальше продолжают работать. Забарикадировались они за этой железной дверью. То есть они пускают только своих, только через глазок. Такие же рейды сотрудники УВД проводят еженедельно по круглосуточным магазинам. Выявляют факты реализации алкоголя в ночное время. Если продавец попался, ему грозит штраф. За повторное нарушение уже уголовная ответственность. Сейчас рассматривается вариант штрафовать самих владельцев торговых точек. Тогда суммы будут в разы выше, а значит желание нарушать снизится. Сообщения о фанфуриках и торговле в ночное время проверяют и сотрудники госалкогольинспекции. Однако из-за моратория на проведение подобных мероприятий сейчас они могут только выписать предостережения. Поэтому пока главная задача разработать план борьбы с такими продажами. На заседании уже прозвучали первые предложения. Есть возможность рассмотреть этот вопрос с точки зрения нахождения их в жилых домах. Раз. Нахождение их в полуподвальных помещениях. Два. Не в отдельном стоящем. И с этой точки зрения муниципальные власти могут, значит, есть основания для того, чтобы эти магазины в жилых домах не было. Вы можете обратиться в суд, допустим, по недопущению продажи этого фальсификационной алкогольной продукции. Добиться этого решения. И потом по каждому факту выявления, когда административка будет выходить, административный материал составит, направленный в полномочные органы. И те, кто обращался в суд, идут в суд о наложении судебного штрафа. Раз штраф. Второй штраф – зло на неисполнение решения суда 315 УК. К следующему заседанию члены комиссии должны предложить свои варианты, как добиться результата. Сейчас в исполкоме настроены серьезно взяться за это дело. Рассматриваются варианты подключения горожан. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. Глава Министерства внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин перечислил региональные дороги республики, на которых за последние пять лет произошло больше всего столкновений на встречке. Об этом он рассказал во время заседания в Доме правительства. Оно было посвящено безопасности дорожного движения. В антирейтинге оказался и участок дороги Чистополь-Нижникамск. В 2022 году в ДТП, произошедших в результате выезда на полосу встречного движения, погибли 120 человек. Это каждый третий, попавший в аварию. Аферисты на проводе. Нижникамцы вновь попались на уловки телефонных мошенников. Сумма ущерба составила почти 700 тысяч рублей. Сценарий обмана один и тот же. Какой, расскажет Анастасия Шакирова. В следственные мероприятия по телефону очередная байка телефонных мошенников. Так они обманули двух нижникамцев. Сценарий почти одинаковый. Якобы кто-то пытается оформить кредит на Ехиме, и эти действия нужно предотвратить. А в этом как раз помогут заботливые, в кавычках, сотрудники банка и представители правоохранительных органов. Не снижается поток заявлений, поступивших от нижникамцев, которые пострадали от телефонных мошенников. Накануне в джурную часть управления поступило два заявления, ущерб по которым составляет более 700 тысяч рублей. Уважаемые нижникамцы, в очередной раз напоминаю вам о том, что сотрудники банковской системы никогда не будут звонить на такие мессенджеры, как WhatsApp. При разговоре злоумышленники всегда просят оставаться на связи, при этом не обращаться к родственникам. Пострадавшие дали показания, разница только сумма ущерба, в остальном все по стандартной схеме мошенников, на которые люди по своей наивности продолжают и продолжают попадаться. Ни один из сотрудников правоохранительных органов, либо финансовых структур, в том числе банков, не будет звонить гражданам с какими-то сообщениями о том, что происходит с их денежными счетами. Данная информация является закрытой, и к этой информации никто не имеет доступа, и никакой сотрудник банков не может вам звонить. Сейчас по этим двум случаям работают полицейские, заведены уголовные дела по факту мошенничества. Анастасия Шакирова, Балат Абдульманов, Новости НТР. Жительницы Нижнекамска поступают уведомления о чужих долгах. Нижнекамка выяснила, что не плательщик из другого города, вот только у них одинаковое имя, фамилия и отчество. Вот уже полгода судебные приставы мотают нервы человеку и требуют оплатить задолженность. А это более 20 тысяч рублей. Нижнекамка пытается доказать, что никому ничего не дожжа. В ситуации разбирался Денис Макаров. Ирина Викторовна, вот он, идет номер производства. Программа «Личность» подтвердила. Это Ирина Викторовна Ермакова. Людей с такой фамилией и инициалами в стране немало. Одна из них взяла кредит, деньги не вернула. Вот только этот долг почему-то числится не на ней, а на Нижнекамке. Сейчас банку женщина должна 23 тысячи рублей. Я ходила в сентябре месяце 22-го года, в начале сентября. Вот как раз к мировым судям я ходила и к судебным приставам. Буквально все это время этот долг так и висел в личном кабинете у меня в госуслугах. Сейчас уже 24 800. То есть долг, он увеличивается. Ирина Ермакова выяснила, настоящая должница не из Татарстана. У них одинаковое имя, фамилия, отчество. Только вот родились они с разницей в 20 лет. Судебные приставы эту деталь не заметили и повесили долги на невинного человека. Я как-то успокоилась, мне обещали все удалить, я успокоилась и я ушла. Потому что это не мое дело и это не моя работа. В мировых судьях моя ошибка в том, что я не взяла действительно бумагу. То, что я там ничего никому не должна. Ну я не знаю, может быть такие бумаги не дают. Мне надо было хотя бы попытаться спросить. Моя ошибка только в том, что у меня нет этой бумаги. Но они, кстати, мировые судьи, они звонили при мне, звонили к судебным приставам. Но дозвониться, как всегда, невозможно. Несколько дней назад Ирине пришло постановление о взыскании имущества. Женщина поняла, что чужие долги остались при ней. И вскоре приставы могут арестовать все, что у нее есть. Я понимаю то, что вообще буквально через 5 минут мне сейчас арестуют мои карты. И я буду потом же ходить и доказывать, что это... Кстати, через суд я буду доказывать, что мне нужно вернуть свои деньги. У меня мама больная. Мне вообще не надо, чтобы ко мне кто-то приходил. Если есть моя вина в чем-то, я согласна. Но тут моей вины вообще ни в чем нет. Нам удалось связаться с службой судебных приставов. Как сообщили специалисты, Ирина Ермакова вновь должна к ним обратиться. С собой необходимо взять все документы, подтверждающие личность. Обещали разобраться. Правда, почему этого не сделали раньше? И почему женщина должна тратить свое время, при этом оставаясь без вины виноватой? Так и не объяснили. Лишь сказали, что поступает много производства. А потому не успевают за всем уследить. Денис Макаров, Илья Челноков. Новости НТР. Слабое отопление. Главный вопрос, который волнует жителей многоквартирных домов в селе Большое Афанасово. Зимой в комнатах холодно, батареи еле греют. Эту проблему озвучили на сходе граждан сельского поселения. Выслушал ее и гость мероприятия, депутат Государственной Думы Айдар Медшин. Сколько лет работы, тепла здесь у нас не было. В особо холодные зимние дни кабинеты Афанасовской лечебной амбулатории не прогреваются выше 16 градусов. Проходить осмотр в таких условиях для пациентов сродни испытанию. Медперсоналу работать приходится в верхней одежде. Женщин принимать тоже холодно. На приеме холодно. Нынче хуже стало. В те годы еще более-менее было. В этом году вообще холодно. Холодно и в многоквартирных домах села Большое Афанасово. Людям приходится включать обогреватели, что сильно бьет по кошельку. По словам жителей, дует из фасадных швов. Батареи греют слабо. Эта проблема была озвучена на очередном сходе граждан Афанасовского сельского поселения. Извините, сядешь пятой точкой на батарею в спальне. И три дня посидишь, не согреешься. Среди участников дискуссии депутат Госдумы Российской Федерации выходец из села Большой Афанасово Айдар Медшин. Он лично обещал проконтролировать ход решения вопроса с отоплением. Необходимо провести анализ. И меня, пожалуйста, проинформируйте. Хорошо. А сколько времени нужно на это? Ну, как-то месяц на работу. Безучи. Ну, в течение месяца все сделаем? Нет, неделя. Какой? Руки в ноги. Пошли в каждый дом. Прошли. Замерили. На сходе поощрили самых социально активных жителей сельского поселения. Среди них Олег Есипов. Активист стал организатором первого в Татарстане военного музея с экспонатами из зоны специальной военной операции. Это хаммерсы. Осколки от ракет хаммерс. Система залпового огня. Это прилетает к нашим ребятам. Прилетает по мирным жителям. Вот ребята, кто ездит в зону СВО, мне привозят экспонаты. Сейчас музей еще только готовится к открытию. Ожидается прибытие новой партии экспонатов из зоны проведения специальной военной операции. В скором времени прийти сюда сможет любой желающий. С 1941 года по 2023 год, так скажем. То есть здесь будет Великое Отечественное, Чеченское, Афганистан, СВО, сейчас которое проходит. Вот Сирия тоже. В общем, ребят с нашего поселка много где участвовало. Поэтому хотим, чтобы здесь о них помнили, знали. Фотографии, рассказы и прочее. Все, что сможем, соберем. Сейчас в зоне специальной военной операции четверо афанасовцев. Их родители и жен в селе поддерживают маму. Одного из них наградили благодарственным письмом. У сельчан большой долг за ЖКХ. Порядка 15 миллионов рублей. Это тормозит инфраструктурное развитие всего сельского поселения. Слабые показатели в сборе средств в рамках самообложения. Всего чуть более 40%. Что также не позволяет двигаться дальше. Все вопросы сейчас взяты на изучение, в том числе на муниципальном уровне. Алмаз Кашев, Булат Абдульманов. Новости НТР. 90 тысяч рублей пожертвовал пенсионер из Нижниканска на помощь военнослужащим. Деньги он принес в общественный центр микрорайона по адресу проспект Химиков, 72Б. Об этом телеканалу НТР24 рассказала председатель СТОС 6-7-8 микрорайонов Лариса Орлова. По ее словам, мужчина свое имя афишировать не стал. Сказал лишь, что патриот страны и очень переживает за бойцов. Как рассказала общественница, половину суммы она потратит на материал для пошива сидушек и носилок. А вторую часть на покупку необходимых вещей для военнослужащих. Ну, конечно же, он их копил. И когда я ему сказала, это же очень много, он говорит, я отдаю от всей души, чтобы нашим ребятам было легче служить. И это его осознанный поступок. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntr-defis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Заинтересовать, развить, удержать внимание. Так должны проходить занятия в детском саду. Для этого воспитатели применяют самые разные методики. Сегодня они рассказали о них на конкурсе «Воспитатель года». Продолжение темы в нашем следующем сюжете. А вот есть такая, какая-то такая необычная штука. Так. Алло. Здравствуйте, Данил. Как ваши дела? Телефон, кукла, музыкальный инструмент. Обычно картонный стаканчик может стать чем угодно, рассказывает дошколятам Ольга. Для этого достаточно воображения. Оно-то и лежит в основе методики дизайн мышления. Ее Ольга презентует на конкурсе «Воспитатель года». У меня есть дочь, которая ходит в художественную школу. И вот у них есть направление, которое называется дизайн. И я все думала, как бы связать творчество именно с этим направлением, с дизайном. Ну и открыла интернет, посмотрела. Оказывается, наши коллеги занимаются вот такими разработками, такой методикой, как дизайн мышления. А вот Елена только готовится выступать. Ее методика – образовательное путешествие. Они с малышами разберут путеводители российских городов, чтобы понять, чем они похожи на наш. А в конце занятий дошколята создадут свой гид по Нижнекамску. Поставим такую проблему. Ребята, вот куда бы вы посоветовали в нашем городе гостям сходить, чтобы с ним познакомиться? То есть опять опираясь на их опыт, что интереснее им, где интереснее. Кому-то нравится в парке только отдыхать. А кто-то любит в городской музей ходить. Вот этот опыт они будут передавать нашим членам жюри. Сегодня жюри смотрят методики 11 воспитателей, прошедших на зональный этап. Критериев оценки много. Современность, оригинальность и, конечно, заинтересованность самих детей. Сегодня здесь собрались Елабужский муниципальный район, Набережные, Челны, Нижнекамский район, Тукаевский район. Это те районы, которые всегда показывают очень интересных педагогов. С чем это связано? Мы думаем, что это, скорее всего, связано с тем, что пед-колледж, пед-институт находятся рядом. Кадры профессиональные. В ближайшие дни члены жюри увидят 135 выступлений со всей республики. В марте выберут 30 воспитателей-финалистов. А лучшие из них представят республику на уровне России. Анжелика Степанова, Рафаэль Гракипов, Новости НТР. Засветись Нижнекамск. Под таким девизом прошел танцевальный флеш-моб «Дешкалят». Малыши 9, 82 и 83 детских садов в центре городского парка устроили масштабную зарядку. Цель мероприятия – популяризировать применение световозвращающих элементов в одежде. В чем их польза, расскажет Денис Макаров. Делайте зарядку, будете, будете, будете в порядке. В ярких жилетах с фонариками в руках. Эта зарядка на свежем воздухе смотрелась феерично, особенно с высоты птичьего полета. Выглядела она как настоящее световое шоу. Флеш-моб полностью оправдал свое название «Засветись Нижнекамск». Развивают внимание, здоровье. Очень нравится им на это все выступления выходить. Тем более на такую огромную аудиторию. На каждое предложение садика мы с удовольствием всегда участвуем во всех конкурсах. Тебе сегодня вообще здесь нравится? Да. А что больше всего тебе там запоминает? Что больше всего нравится? Танец. Юные помощники госавтоинспекции «Танцуя» показали, как важны световозвращающие элементы в одежде. Это как яркие маяки для водителей, которые благодаря им увидят пешехода даже на самом темном участке дороги. Подобный флеш-моб в Нижнекамске проходит впервые. Это у нас юбилейный год. В этом году у нас исполняется 50 лет детскому движению «Юные инспекторы движения ЮИД». Наша республика одна из первых, скажем так, развивает это движение. У нас в городе есть такой уникальный центр, как детский автогородок, который тоже развивает это движение. Он уникальный в том плане, что он единственный в республике. И в России их не так много. Основной посыл этого яркого мероприятия – профилактика детского травматизма на дорогах. Большая доля ответственности в этом, конечно же, и на родителях. Они тоже должны понять, что ношение световых элементов – это безопасность вашего ребенка. Даже в таких развлекательной форме показывается детям, что нужно носить отцвет отражающие элементы, которые мы, конечно же, применяем в своей жизни. Обучаем ребенка, чтобы он безопасно вел себя на дорогах. И очень благодарны за такую атмосферу. В мероприятии приняли участие дошкольники. Всего 150 детей. Их танец в парке «Семья» также был приурочен к году здоровья, объявленного в Нижнекамске. Все участники флешмоба получили заряд положительных эмоций и памятные подарки. О том дне, когда они засветили свой родной город. Денис Макаров, Булат Абдульманов, Новости НТР. Вместо соцсетей и видеоигр они развивают умственные способности. В 36-й школе состоялся шахматный турнир среди первоклассников. О своей мечте и целях тренер Габдула Ахмед Галеев поделился с нашей съемочной группой. Это шахматный турнир. Шах и мать. Равиль начал заниматься шахматами в 6 лет. Сейчас первоклассник уже участвует в настоящих турнирах. Ну, сперва со мной играл мой дедушка. Потом я начал понимать, что шахматы – это мое. И начал на школьные с ревдования ходить. В 36-й школе дети любят играть в шахматы. Сегодняшний турнир пришлось разделить на два этапа. Всего в нем приняло участие 45 детей. Преподаватель Габдула Ахмед Галеев старается уделить внимание каждому участнику. Зафиксировать победу, если упарут у пик. Помочь разобраться с дальнейшими ходами. Я хочу больше таких тренирований. В школах Нижнекамска шахматам уделяется большое внимание. Есть в этом заслуга Габдулы Ахмед Галеева. Свои знания он передает детям уже много лет. Сам он научился играть в шахматы по учебникам в детстве. Про шахматы везде и всюду говорят, что очень полезная игра. Все знают, что это шахматы – очень хорошая игра. Но в первую очередь, когда шахматы играют, человек думает. Он должен по правилам играть. Должен соперник, два человека играют, каждый играет против себя. У Габдулы Ахмед Галеева есть одна несбывшаяся мечта. Чтобы обучать детей и проводить турниры, нужен детский шахматный клуб, который стал бы центром для всех любителей этого вида спорта. Дети способны, они могут. А вот дальше, как будет их шахматная судьба, пока я не могу сказать. Потому что вот один турнир прошел по городу, другого турнира уже для них нет. Габдулла Ахмед Галеев надеется, что его мечты станут реальностью. Ведь потенциал для этого огромный. Его многолетний опыт и сотни детей, которые любят шахматы. Иван Демин, Азалия Кутлахметова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Завтра отмечается Всемирный день борьбы с раком. Сейчас на учете у врачей-онкологов состоят более 8 тысяч нижнеканцев с разными видами рака и разными стадиями. На первом месте стоит рак толстой кишки. Ежегодно эта страшная болезнь уносит в жизни десятков и сотен человек. Кто-то остается инвалидом. Но, как говорят врачи, шанс вылечиться есть у всех. Кто чаще всего болеет онкологией? Что влияет на возникновение этого заболевания? И как предупредить рак на ранних стадиях? Об этом рассказал врач-онколог Нижнекамской районной больницы Илья Саганеев в программе «Тема дня». В Нижнекамске чаще всего встречается рак толстой кишки. Далее идут молочные железа, рак желудка и легких. Именно диспансеризация позволяет выявить на ранней стадии бессимптомные опухоли, потому что рак не проявляет себя сразу. Он проявляет только когда уже появляются какие-то метастазы региональные или опухоль начинает давить на какие-то органы. Как правило, это уже третья стадия, а иногда и четвертая. А если мы обнаружим опухоль на первой и второй стадии, у нас шанс на излечение более 90%. К счастью, методы лечения современные все усовершенствуются. С каждым годом они становятся все более эффективными. И поэтому даже рак на третьей-четвертой стадии во многих случаях излечим. Поэтому, если такой диагноз поставили, не стоит отчаиваться, нужно бороться. В эти минуты на корте 19-й школы проходит турнир по дворовому хоккею на призы клуба «Золотая шайба». В этом году соревнования организованы на 26 площадках. Прямо сейчас встречаются команды «Бригантина» и «Вектор». За ходом игры наблюдает наш корреспондент Александр Халин. Саша, добрый вечер. Как атмосфера? Кто ведет? Тебе слово. Здравствуй, Вера. Приветствую всех зрителей телеканала НТР24. Но надо сказать, что матч между командами «Бригантина» и «Вектор» в самом разгаре. Буквально несколько, буквально секунд назад был открыт счет в этом матче. Отличились хоккеисты «Бригантина». Они в белых джерси у нас выступают. Хоккеисты команды «Вектор» в синей форме. Надо сказать, чтобы было более понятно. Это хоккеисты «Вектора» представляют школу номер 38. Это как раз-таки парни сейчас в атаке. Но тут защитник очень здорово сыграл, шайбу перехватил. А хоккеисты «Бригантина» представляют 19-ю школу. Матчи между дворовыми командами, это, конечно, всегда интересно. Это самый настоящий триллер. Может быть, не хватает немножко парням мастерства, но они все это с лихвой компенсируют вот этими горящими глазами, желанием играть в хоккей, показывать свое мастерство и, конечно, радоваться заброшенным шайбам. Ну вот у нас как раз-таки здесь рядышком Юрий Николаевич Федоров. Это куратор проекта «Золотая шайба». Клуба на призы «Золотая шайба». Парни, как настрой? Боевой настрой. Все отлично, да, у вас? Юрий Николаевич, ну немножко расскажите вообще о клубе «Золотая шайба». Как он развивается в Нижнекамске, как он растет? Ну вот сейчас проходит первенство города среди команд дворовых клубов. По старшей возрастной группе определились уже три полуфиналиста. Это Бригантина школа 19, Мечта 35 лицей и Комета 1 школы. Четвертый полуфиналист определится в субботу. Матч между командами Мега 21 школы и лицей 32 команды «Орбита». Вот именно эти команды выявят чемпионы и призеров первенства города. Параллельно проходят игры по средне-возрастной группе. В данный момент на хоккейном корте школы номер 19 встречается команда «Бригантина». И новая команда «Вектор» организована при школе номер 38. Сразу с первого взгляда видно, что команда «Бригантина» более опытная и мастеровитая. Но будем надеяться, что и «Вектор» постарается дать бой. Ну а в будущем будут, конечно, выглядеть лучше. А сейчас пожелаем удачи обеим командам. Спасибо вам огромное. Ну вот перед началом сезона говорилось о том, что 26 площадок у нас в Нижнекамске залито. Около 700 детей играют в хоккей. Вон там в атаке вновь хоккеисты «Бригантины». Парни, давайте к вам пару вопросов. За счет чего сегодня можете «Вектор» одолеть? За счет каких качеств? За счет паса, за счет больше щелчков, метков, бросков. За счет голов. Показать красивую игру. Вот, красивая игра здесь. Младение, шайбы в их атаке. Ну все здорово. Ну вот видно, пока у парней все, в принципе, получается. Постоянный прессинг, давление на ворота команды «Вектор». И, как Юрий Николаевич сказал, действительно команда «Вектор» только-только образовалась. И, конечно, нужно им набираться опыта, мастерства. И, конечно, показывать красивый хоккей. Но пока 1-0, хоккеист под номером 8 отличился в составе «Бригантины». Как парни зовут? Давайте на весь Нижний Камск. Как? Ильхам Зигангиров. Ильхам Зигангиров. Ильхам Зигангиров, автор первой заброшенной шайбы в составе команды «Бригантина». Еще один момент, но там сейчас воротарь выручил. В общем, Вера, мы тут все в хоккее. Передаю тебе слово. Спасибо, Саша. А сразу после выпуска новостей смотрите программу «Экология жизни». Речь пойдет о работе по охране окружающей среды Нижнекамского предприятия «Сибур». Сколько рыбы планируется выпустить в реки Нижнекамского района? Где будут сажать деревья? И как получить бонусы, сдавая на переработку пластиковые бутылки? Об этом в программе «Экология жизни» сразу после новостей. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. Позитивных вам выходных. В субботу 4 февраля в Нижнекамске ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха днем минус 7 градусов. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В воскресенье погода останется без существенных изменений. Продолжение следует...